Приветствую вас, мои дорогие. Очищаю это пространство от любого негатива. И сейчас буду вызывать духов вашего рода. Очищаю я ветками и иголками сосновыми и еловыми. Ветки сосновые, ветки еловые. Весь негатив заберут и любовь в дом вернут. Так что вы будьте счастливы и благословены. А что скажут хранители вашего рода, духи ваши? Сейчас мы спросим у карт Ленорман. Потому что карты Ленорман соединяют вас с вашим родом. Вот эти карты. На дне колоды. Карта метла. Будет очищение. Будет очищение, мои дорогие. Надеюсь, вам видно. Будет очищение. Силы природы мне помогают. И от негатива защищают. Есть ли на вас негатив? Давайте спросим. Карты сами вылетели? Карты сами вылетели. Посмотрите. Сами карты вылетели, да? Негатив есть. Его нужно очистить. Это карта коса. И отец родовой вышел на связь. Коса, сердце, лилии и отец. Родовой отец вышел на связь. И родовой отец сейчас поможет вам очиститься от любого негатива. Очень и очень мощно. Благодарю родового отца за то, что он вышел на связь с вами. За то, что хочет послать вам прекрасные отношения в паре, если вы в паре, или направить к вам стопы на любовь любимого. Также хочет отец очистить вас от негатива. Сердце ваше очистить нужно, потому что в сердце есть печаль. У вас в сердце, наверное, есть печаль. Вот от этот негатив сейчас будем убирать, да? Убирать будем этот негатив из вашего сердца. Сейчас в этот момент, когда вы смотрите, попросите у хранителей рода, у вашего родового отца, чтобы вам помочь. Сейчас магическое время, и отец говорит, будь бесстрашна. Возьми свое сердце и наполни его храбростью. Если не получается, я помогу, говорит отец. Не падай духом. Ты никогда больше не устанешь. Твой дух всегда будет сильный. И в любой ситуации ты всегда победишь. Любые обстоятельства ты победишь. Будь бесстрашна. Сохраняй самообладание, говорит родовой отец. Сохраняй самообладание. Родовой отец говорит, сейчас убираю негатив. И у тебя никогда больше не будет печали. Понимаете, как все четко, да? Понимаете? Итак, что еще скажет отец? Какой еще негатив может нужно убрать? Карта ключ. Кто-то навесил замки. Здесь оставлю карты. Кто-то навесил вам замки. У вас, понимаете, силы больше нет, потому что вы чувствуете, что кто-то дал вам ложную информацию, навесил замки на вашу жизнь. У вас нет эмоционального равновесия, потому что эти замки — это перекрытие дорог. У вас вот забрали внутреннее самоуважение и достоинство. Вам нужно найти веру в себя, говорит родовой отец. Просто найти самообладание и веру в себя отец поможет. Если не получается, отец поможет. Вы сейчас начинаете чувствовать себя свободно, уравновешенно и легко. Никаких усилий нет. Все естественно. Вы естественно получаете назад свою силу и энергию. Отец к вам очень доброжелателен. Это ваш родовой отец. И все, что с вами произошло до сих пор, отец знает и волнуется за вас. И все препятствия, которые вы прошли, они уже позади вас. А теперь все дела будут удачные. И вам всегда будет способствовать удача, потому что ключи возьмете. Ключи от тех навешанных замков. Вы будете владеть ключами. Влавствовать, владеть. И окружающие больше никогда не будут управлять вами. Сила добра и любви пребудет с вами. Вы будете очень и очень счастливы. А также вы будете веселы, потому что отец заметил, что вы часто грустите. Люди, которые будут входить в вашу жизнь, будут очень добрые. Видите, сердце. Эти люди будут вас любить. Вот в каком ключе будет развиваться ваша жизнь. Все ваши побуждения, сердечные побуждения, будут ключевыми. И будут саморегулироваться. Ваша жизнь и здоровье будет саморегулироваться. Сейчас, когда вы, может, в уединении смотрите мое видео. Лилии — это верность других людей. Если кто-то вас когда-то предал, то сейчас верность вы обладаете. Преобладают люди вокруг вас, которые любят вас. И этот расклад тоже исцеления физического тела. То есть у кого-то пройдет какое-то заболевание. Вы станете здоровы. У кого-то улучшится самочувствие. У кого-то восстановится иммунитет. И этот расклад говорит, что вы будете очень счастливы. Потому что именно сейчас все верховные силы уже знают, что без них вы не справитесь. И хотят вам поспособствовать. Это очень хороший знак. Ну-ка, возьмем еще несколько карт, чтобы посмотреть, очистились ли вы уже, или еще нужно, может, что-то сделать. Письмо. Хорошая карта. Я ее здесь оставлю. И следующая карта. Лиса. Знаете, на работе. Может быть, у кого-то еще на работе остались враги, предатели. Остались люди, которые хотят вами пользоваться. Которые портят вам настроение. Отравляют, можно сказать, жизнь. И родовой отец это знает. Вот такие люди остались в вашем окружении. И сейчас вы избавляетесь от этих врагов. Это, может быть, какие-то подселенцы сущности, которые вселились в ваших сотрудников. И вы думаете, почему на работе такая обстановка тяжелая? Ядовитая обстановка, можно сказать. У некоторых из вас это проиграется. Но это потому, что в ваших сослуживцев, в некоторых, даже в начальника у кого-то, вселились какие-то ядовитые сущности, которых сейчас отец утихомирил. И они, может быть, и останутся такими же. Им же бумеранг идет. Но они вас не будут больше трогать. Да, кто-то появился в коллективе. Вот лиса и развилка, видите? Кто-то появился в коллективе, кто, может быть, или владеет магией черной, или же ходил к колдуну. Но кто-то очень неприличный человек. У этого человека просыпаются иногда очень злые мысли. Просто он ненавидит людей. И вы это чувствуете на себе, потому что когда вы в коллективе, вы теряете энергию. И сейчас родовой отец говорит, что, ну, понимаете, этот человек, если он ядовитый, ему постоянно идет бумеранг. Он другим яд отправляет, и ему возвращается яд назад, 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 назад. Поэтому отец не может сделать так, чтобы этот человек не был ядовитым. Но он может вас защитить от этого представителя темных сил. Да, на работе это точно. Очень многих на работе. Или же это даже, может быть, в семье, где вы одиноко себя чувствуете. Потому что вот этот подселение, сущность, вселился в вашу маму, например, да? И постепенно забирает у вас все силы. Сливает негативную энергию просто. Потому что есть какой-то портал открытый, который идет. Вы, наверное, замечали очень часто, что вы пугаетесь, боитесь чего-то. Или на работе, или дома. Боитесь работу потерять. Хоть и не любите ее, и не денежно. Какой-то внутренний холодный страх. Вот это оно и будет. Какое-то паническое чувство. И даже, знаете, по пустякам, по мелочам панические чувства могут возникать. Вот эта карта или одиночество на работе, или вообще в семье чувствуете себя одинокой. Это вполне возможно, что вот этот феномен негатива, который вселился в других людей, он тоже вас затрагивает, потому что поля соприкасаются. Ваши поля и поля этих людей. Это либо семейные люди из вашей семьи, потому что ваши поля соприкасаются, либо это люди на работе. Смотрите, сейчас родовой отец вас точно 100% почистил. Колоссальная сила. Вот в этом маленьком клевере, в этом маленьком цветочке, травинке, ну вы знаете, что сила энергия космическая в самом маленьком. И вот эта колоссальная сила теперь формирует источник вашей будущей помощи, потому что отец теперь защищает вас. Это все вас не коснется. Понимаете, мы не можем этих людей очистить от их яда. Они сами должны обратиться к вашим силам за помощью. Но мы можем вас оградить. И сейчас в это время вы чувствуете, как пелена с ваших глаз сходит и уходит тяжесть из сердца. Жизнь приобретает огромный смысл и ценность, потому что вы ценны для космоса, для мира. Вы теперь чистый такой человек, легкий. И удача будет вам способствовать, сопутствовать, говорит отец родовой. Кстати, вот этот гриб защищает от негатива, кстати, кто не знает. Но его нельзя трогать, но он энергию дает защиты. Отец говорит вам, что все сделано. Вы под защитой. Никто больше не сможет на вас нападать. Не волнуйтесь. У вас теперь будет удача. Удача будет вам способствовать, как и в делах, так и в любви. Вы теперь будете очень удачливый человек. Давайте посмотрим, что еще хочет вам передать родовой отец через эти карты. Новая жизнь. Новый клевер и ребенок. Новая счастливая жизнь перед вами открывается. У кого-то родятся дети, у кого-то внуки, у кого-то новая работа будет. Вот эта грязная работа уйдет, новая будет. Или новый коллектив. Сменится начальник, самодур. Это вы новая жизнь. И вы под защитой. Очень хорошо. Вы новая. Вы как дитя от отца родового, который говорит, что вы под защитой теперь. Ничто не может вам навредить. Что еще хочет передать родовой отец? Спросим. Давайте спросим. Вокруг вас много еще туч, которые нужно развеять. Вот это когда вам так затуманили голову, когда вам столько наговорили, когда вас так запугали или когда вам внушили что-то. Потому что мир полон ложной информации. Тучи — это ложная информация, которая может просто так все затуманить, что вы просто не знаете, куда идти. Вот этот туман, который напустили враги. Понимаете? И родовой отец говорит, смотри, если ты чувствуешь, вокруг тебя все непонятно, все полно какого-то тумана, обратись к своему роду, к ангелам. Этот туман сразу развеется. Вы иногда забываете об этом, но обратиться можно через целительное видео. Мой отец говорит, всегда-всегда есть помощь. Не нужно отчаиваться. Всегда есть защитник. Вообще у меня есть много чисток, и ваш родовой отец это знает. Потому что у меня есть чистки вот этим медведем. Это тотемный медведь, который защищает, снимает негатив. И светлые, добрые силы вам помогут. Вы решили избавиться от плохого, от грустного, от обидного. И правильно сделали. И правильно, что пришли к родовому отцу и к тотемному животному медведь. Потому что медведь тотемный убирает врагов, чистит, защищает, дает силы. Могучее здоровье, медвежье здоровье, могучее здоровье. Забирает, освобождает вас от злых, неприятных людей. Забирает этих злых, неприятных людей. Как в коллективе, так и в семье. От всяких манипуляторов, тех, которые хотят вас использовать. Тех, которые хотят вам помешать. От плохих людей, от неприятных, плохих людей. Вот знаете, у медведя есть такие ритуальные когти. Это же тотемный медведь, энергетический. На тонком плане там все вершится, потом спускается на землю. И тотемный медведь имеет вот такие ритуальные когти. Они похожи на Архангела Михаила, на его меч, который чистит, отрывает присоски, привязки. Освобождает вас от любого негатива, который мог вам помешать. Здесь вы становитесь могучим, как этот медведь, потому что медведь дает вам власть. Вы становитесь очень могучи, как этот медведь. Медведь дает вам власть. Очень мощный расклад. Такой сильный. Что еще хочет сказать родовой отец? Что вас любят высшие силы. Что в вашем окружении будет появляться все больше друзей, будут уходить враги. Это другое тотемное животное, собака. верность, преданность, помощь высших сил. Это люди, которые вокруг вас будут добрые. И это поддерживающая среда. То есть, что собака делает? Почему люди так любят собаку? Сейчас просто передаю слова родового отца вашего. Потому что собака это самая лучшая поддерживающая среда для любого хозяина. Собака всегда предана на хозяину. И вот высшие силы преданы вам. И ваш род смотрит на вас. Потому что вы это сейчас воплощение рода. Вы не понимаете, какая священная у вас жизнь. Вы это родовое воплощение. Это очень-очень мощное. Так что ваша жизнь наполнится радостью, смыслом, поддержкой. Здесь кто-то встретит любовь в своей жизни. Кто-то найдет работу в своей жизни. Кто-то найдет свое жизненное предназначение. Потому что многие девочки ищут и не могут найти свое жизненное предназначение. А сейчас вам это все будет открыто. Какой мощный расклад, да? Именно память отца, именно все мужчины и по линии отца тоже женщины могут быть. Все эти предки, там тысячи людей. Они все вас поддерживают. Они все как эта собака хотят, чтобы у вас было все хорошо. Понимаете, карта номер 18. Видите, здесь написано 18. 18 это очень сильный номер, потому что это сложный номер. Мы к единице прибавляем 8 и получаем 9. А 9 это то число, в котором есть все числа. То есть сейчас у вас жизнь наполняется смыслом полнота любви и полнота счастья. Вот это сейчас самое главное. собака говорит, что сейчас ваша жизнь преображается. Сейчас вы начинаете удачу получать собакой и клевер. Сейчас вашу жизнь входит в благополучие, финансовый поток открывается, вы становитесь очень счастливы. Ваша жизнь наполняется любовью и радостью. и каждый раз, когда вам нужна будет помощь, вы можете открыть это видео и получить для себя помощь. Восстановить свои силы. Это вам гарантировано. Я благодарю вашего родового отца, благодарю ваших ангелов хранителей за помощь вам. Благодарю высшие силы за исцеление меня и всех тех, кто меня сейчас слышит от любого негатива, порчи, сглаза и даже родового проклятия. Сейчас это ваше время. в то время, когда вы смотрите это видео. И живительные силы природы помогают. Потому что живительные силы природы всегда, всегда с вами. И через род вы получаете силу. Здесь я делаю это видео, видите, у подножия вот такого мощного, мощного дерева. Дорогие мои, люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. Я знаю точно, что у вас будет все просто замечательно. А еще я знаю точно, что мы скоро и очень обязательно увидимся. До новых встреч, мои дорогие друзья.